привет в прошлом видео мы готовили кофе во френч прессе а в этом будем готовить его в пуровере мы также будем делать два рецепта об этом чуть позже что нам потребуется это сама воронка нам потребуется два фильтра потому что будет два рецепта конечно потребуется сам кофе мы будем готовить нашу коста-рику вот такие у него характеристики если вы захотите купить ее домой то в описании будет ссылка на наш интернет-магазин а введя промо-код варим дома вы получите дополнительно 10 процентов скидку также нам потребуется чайник с узким носиком микроточечные весы а сервировочный чайник но если у вас нету его то можно заваривать будет пуровер сразу в чашку и конечно же очищенная вода какие рекомендации по воде во первых она должна быть без запаха во вторых минерализации до 150 в третьих ph от 6 с половиной до 7 с половиной подобную воду можно получить с помощью фильтров от аквафора причем у аквафора есть как отличные бытовые решения для дома так и профессиональные фильтры для очистки воды для сегмента хорика посмотреть выбрать и купить фильтр можно по ссылке в описании к этому видео давайте готовить повторюсь будет два рецепта с мы будем заваривать два раза воронку что общего один и тот же кофе коста-рика и здесь и здесь граммовка здесь 18 грамм и здесь 18 грамм вода температура 95 будет и в первый и во второй раз то есть вот эти сущности они одинаковы в чем же будет разница разница будет в двух вещах первое это в отношении воды кофе то есть брюретио в первом заваривании у нас будет 1 к 14 то есть на 18 грамм кофе мы возьмем 250 миллилитров воды и выливать воду будем интервально каждые 30 секунд по 50 миллилитров во втором же способе у нас будет 18 грамм кофе но мы будем вливать 320 миллилитров воды и наш брюретио будет 1 к 18 и вливать воду мы будем последовательно итак готовим первый рецепт берем 18 грамм кофе фильтр кладем в воронку и что мы делаем мы смачиваем фильтр водой за счет чего мы убираем бумажный привкус который может оказаться в нашем напитке и прогреваем сам сервировочный чайник то есть куда мы будем заваривать кофе если вы будете варить сразу в чашку то у вас прогреется чашка что делаем дальше дальше берем кофе и насыпаем в центр разравниваем кофе обнуляем и вливаем первые 50 миллилитров стараемся выливать так чтобы распределить кофе максимально по всей поверхности и чтобы каждая частичка кофе начала взаимодействовать с водой то есть мы засекаем время и заливаем первые 50 миллилитров на 30 секунде мы заливаем еще 50 миллилитров на минуте опять же мы заливаем 50 миллилитров круговыми движениями минута 30 и мы опять заливаем 50 миллилитров круговыми движениями до 200 у нас две минуты и мы повторяем эту операцию крайний раз вся вода прошла сквозь кофе общее время завариваю нас получилось три минуты и это оптимальное время заваривания то есть от двух тридцати до трех минут это оптимальное время заваривания и если вы сильно вылазите за три минуты тогда можно сделать помол чуть-чуть покрупнее и попасть в этот временной интервал и так вот наша первая воронка можно насытить кислородом помешав северовочный чайник или чашку и пить будет вкусно и так готовим второй рецепт делаем вначале все то же самое вставляем фильтр смачиваем фильтр водой прогреваем посуду в которой будем готовить затем насыпаем кофе распределяем кофе по фильтру и начинаем вливание значит у нас здесь брюретио один к 18 сперва мы делаем присмачивание 50 миллилитрами воды ждем 30 секунд и на 30 секунде на 30 секунде начинаем вливать еще сто тридцать пять сто сорок миллилитров воды то есть мы будем делать два этапа вливания по сто тридцать пять по сто сорок миллилитров воды и в итоге у нас должно получиться триста двадцать итак мы делаем вливание до ста восьмидесяти мы видим что кофе уходит и мы будем вливать второй раз уже до полного объема до трехсот двадцати миллилитров готово теперь нам остается только ждать пока вода проходит сквозь кофе можно сказать про то что вы можете комбинировать вы можете взять брюретио там 1 к 14 и сделать вот такой способ вливания или вы можете взять 1 к 18 и сделать интервальные вливания как в первом варианте то здесь все зависит только от вашей фантазии от того как вы будете заваривать кофе у себя там дома на кухне или в офисе или на работе где угодно абсолютно все вся вода прошла мы снимаем правер вот общее время заваривали нас 303 мы также перемешиваем чайник и насыщаем напиток кислородом все кофе готов а и важный момент смотрите у нас был два рецепта два разных способов вливания и разный брюретио и вы для себя сможете приготовить и так и так и найти возможно что-то среднее возможно вам подойдет там брюретио один к пятнадцати например или один шестнадцати то здесь вот именно нужно подобрать для себя свой коэффициент заваривания потому что для кого-то там брюретио один к 18 будет достаточно жидковато для кого-то наоборот а для кого-то брюретио один 14 будет слишком концентрировано ему захочется там добавить водички сделать байпас в итоге мы заварили две воронки по разному рецепту попробуйте и так и так и определите какой для вас наиболее оптимально на этом пожалуй все подписывайтесь на канал ставьте лайк если вам понравилось и пишите в комментарии вопрос если вам что-то непонятно и да напомню в описании к этому видео и все необходимые ссылки если вы захотите купить кофе домой оптом или открыть кофейный бизнес а в следующем видео мы будем заваривать кофе в иммерсионной воронки увидимся а